МИНИГОРОД Основная концепция проекта – максимальное участие жителей, чтобы не чиновники, не другие организации, которые занимаются проектированием, говорили, как здесь будет, а чтобы жители сказали, как они хотят видеть. Это будут, может быть, велодорожки, может быть, это будут места для тихого отдыха мамочек с детьми. На этот раз черед обсуждений настал для дальнего засвияжья. Сделать из бульвара юго-западные место комфортного времяпрепровождения разновозрастной аудитории – задачи не из легких. В этом жителям помогают студенты строительного колледжа и школьники из детской архитектурной академии. Поставить ко входу, например, фонтан, который будет очень красивый, а ночью он будет светиться, можно сказать, под светкой. И у нас есть идея, что очень много скамеечки, также будут фонтанчики светиться. Так, хотим сделать то, чтобы ночью был свет там. Участников разделили на несколько команд. Раздали им схему бульвара и набор значков, с помощью которых можно обозначить свои потребности – лавочки, велодорожки и пандусы. Но этим жители не ограничились и даже обозначили зону для танцев и качели с навесами для спокойного отдыха. Хотелось бы увидеть здесь, во-первых, озеленение города, чтобы побольше было деревьев, скамеек, чтобы можно было с детьми прогуляться, посидеть, пожилым людям, чтобы можно было пройтись. Большая часть участников проектного семинара высказалась за разделение бульвара на зону активного отдыха для молодежи, спокойного отдыха для более старшего поколения. Все команды включили в свои проекты велодорожку, которую зимой можно будет использовать в качестве ледяной дорожки для катания на коньках. После 1 марта у нас стартует вторая волна общественных обсуждений, когда мы будем уже те проекты, предварительные, подготовленные архитекторами, обсуждать с жителями второй раз повторно. Архитекторам предстоит нелегкая задача – постараться учесть пожелания жителей и при этом обеспечить комплексное благоустройство территории. Дарья Судрева, Новости Ульянской правды. Дарья Судрева, Новости Ульянской правды.